Касторовое масло. Касторка не идет в разрез с содой и с живой водой, которая H2O2, о которой говорила Светлана. Она будет, Касторка, помогать нашему организму вместе с содой и с живой водой H2O2. В нашем организме каждый день умирают и рождаются новые клеточки. А вот что происходит с умершими клеточками? Наш здоровый организм должен выводить их самостоятельно. Но ему мешают шлаки, химическая еда, мертвая еда, которую мы употребляем, слизь и там еще много может быть чего. Также мешает, если мы не употребляем каждый день витаминчики для нашего организма, клетчатку, минеральчики, живую воду. Если вот этого мы всего не делаем, нашему организму, бедненькому, очень сложно выполнить свою единственную основную функцию. И, конечно же, на первом месте у нас еще стоит кандида. Она тоже мешает нашему организму. Что такое наш организм? Это, я так считаю, на данный момент, именно здесь, как вы говорите на Котлеров ФМ, что это наш скафандр. Я согласна. Вот этот наш скафандр, я думаю, не зря именно в такой скафандр нас, наши души или наши сущности поместили, потому что он очень умный. Наш организм прям очень-очень умничка, очень-очень умный. Он все умеет сам. Но если он здоров, если он чистый, и если он подпитан витаминчиками, живой водой и так далее. А мы, получается, ему мешаем. Дальше. Так что же делает касторка? Она чистит организм очень действенно, эффективно и начисто. Вот, повторяю, начисто. Но, есть, но... касторка выводит только мертвое. Переработанное и мертвое. То есть, мертвые клеточки, вот эту химическую еду, та, которая отложилась у нас там в жире, в целлюлит, там и так далее, слизь, которая у нас от молочных, кисломолочных продуктов и так далее. И то, что мы убили, это выводит касторка. Она не выводит живое. То есть, живые клеточки касторка не выводит. А что же такое живое, помимо наших органов, помимо наших клеточек? Еще, к сожалению, живое это кандида. Это живая, извините за слово, тварь, пожирающая все. Пожирающая я. Она живая. И вот для нее нам нужна, естественно, сода. Чтобы ее убить. Но... Это... Дальше пойдет вот лично мое мнение. С ним можно не согласиться, его можно вообще никак не услышать. Можете не услышать. Но я хотела бы его озвучить. Вдруг есть какая-то правда. Или можно немного скорректировать мое это мнение. Наверное, это Светлана лучше сделает, так как она больше знает про соду. И очень хорошо. Я с удовольствием критику приму, поправление и так далее. Мое маленькое мнение такое, что сода, да, правильно, она убивает кандиду, но не выводит. Не выводит из организма. Это делает наш организм сам. То есть, сода убила, остались трупики, и наш организм должен эти трупики вывести. Как выводит, в принципе, все остальное. Почему мы и ходим с вами в туалет? Это его основная задача. Переработать и выкинуть, очистить организм. Так вот, но это может сделать только здоровый организм. И он это будет делать легко, легче. И вам от этого будет легко. И может, вы даже особо можете и не заметить, как это все происходит. Но если организм ослаблен, слабенький, он не был почищен предварительно, вы не дали ему какую-то еще подпитку, он, бедненький будет, конечно, пытаться, пытаться выводить. Но, опять, мое мнение, что такое вот трупики? Трупики – это обжигающие ядом организм. То есть, это кандида, это вот живая, пожирающая все, плохим словом. Она и после смерти нам дает о себе знать. То есть, пока организм пытается вывести эти трупики, а эти трупики обжигают наш организм. Как пчелки жалят, как медузы могут ожалить. Ну, вот что-то такое. Это вот как я себе это все представляю, как это мое мнение. Но про касторку это я знаю точно. Значит, а что же делает касторка? Каким образом она может помочь? Так как это масло, да, жирное масло, очень жирная консистенция. Она тяжелая, густая. То есть, она намного гуще, чем обычное растительное масло. Что же делает касторка? Она обволакивает вот эти трупики, вот эту слизь, шелаки, вот эту вот плохую еду, эти отмерзшие клеточки, которые организм не смог уже выводить, потому что он переполнен вот этим всем. Ему тяжело. Она, касторка, обволакивает и с максимальной быстротой выводит из организма. Вот это, наверное, такая главная моя мысль, с которой я хотела поделиться. Еще раз повторюсь, что касторка обволакивает, не дает вот этим трупикам обжигать организм и быстренько-быстренько выводит. Если наш организм может выводить приблизительно в течение трех дней, в течение, может быть, недели, а может быть и больше вот эти вот трупики, то касторка вам это сделает за одну ночь, пять-шесть часов, все вышло, ничего не осталось плохого, ничего плохого не осталось, остается только живое. Касторка – это огромная, незаменимая помощь нашему организму. И помощь эта быстрая и безболезненная. Дальше вот, что бы я сказала. Касторка нам нужна в основном на начальной стадии, на начальной ступеньке вашего, нашего, моего пути, который я уже прошла. То есть, если брать усиленный период, употребить касторку, то это приблизительно 2-3 месяца. Вместе с содой, с живой водой вы касторку 2-3 месяца пьете 2 раза в неделю. Если 1 раз в неделю, значит, увеличивается вдвое, значит, это где-то 4 месяца нужно ее пить. И вот она, она будет выводить то, что убило сода, выводить ненужную слизь, шлаки, отмерзшие клеточки и так далее. То есть, она будет помогать организму выполнять свою функцию. Она будет восстанавливать память для нашего организма. Для чего этот организм нам дан, помимо других еще функций. То есть, когда мы вот, наш организм заболел, это то же самое, что он потерял память. Что же ему делать? Он не знает, что ему делать. Он забыл. Так же, как и нам с вами стерли память, кто мы вообще такие. Вот, для этого нужна касторка. То есть, это вот такая, это образно, я говорю, это такая память. То есть, касторка помогла, она почистила, а дальше организм начинает потихонечку вспоминать, вспоминать, подниматься на ножки и идти, потом бежать и делать все, что надо. Так вот, на начальной стадии вы пьете усиленно. Вы помогаете своему организму усиленно. А затем, уже по необходимости. По необходимости это можно раз в месяц, раз в полгода, раз в год ее выпить. Какая может быть необходимость? Если вы почувствовали, что сода еще убила вот какую-то эту кандиду, которая еще где-то там в закромах застряла, и вот наконец-то сода ее оттуда вытащила, убила, и вот помогите еще разочек вашему организму. Ничего страшного с этим не будет, будет только лучше. И такая мысль, что, что еще? А и, ну, например, если вы пришли в гости, или там, не знаю, свадьба какая-нибудь, то есть, съели тортик, еще там какой-нибудь салатик с каким-нибудь непонятным уксусом, там, ну, что-то, да, такое. И, понимаете, ну, невозможно было там любимой тете, любимой бабушке отказать. Съели этот несчастный тортик. Ваш организм, который уже оздоровился, да, он, естественно, выведет. Он не даст застрять вот этому единственному тортику, если этот тортик не будет повторяться. Но тяжеловенько ему будет. Тяжело. То есть он будет немножко дольше водить. В этом случае вы опять можете касторкой вывести. И касторка сделает так, что этот тортик даже не успеет попытаться отложиться вам там в целлюлит, в жир, еще куда-то. Не успеет. Касторка вам вот в таких двух случаях может помочь. Это вот я, там, надо было сказать в самом начале, это я обращаюсь ко всем, кто меня слушает, кто меня услышал. Если Вячеслав запустит в эфир вот это мое аудиопослание. То есть я вот обращаюсь, я ко всем обращаюсь. Для меня касторка это была первым найденным кладом. Где-то лет 7 назад я начала чистку организма касторкой. А вот вторым кладом уже для меня была сода. То есть 2 года назад я узнала про кандиду. И в течение двух лет до меня никак не шла информация. Что бы я ни делала. Вот касторка ко мне пришла быстро. То есть как только я приняла решение, что хочу очиститься от всей гадости, ко мне пришла касторка. Вот быстро. Я в один час, я прочитала всю информацию, и все. Через час я уже приступила к действиям. А вот про кандиду это какое-то было проклятие. Я 2 года пыталась, ну естественно это интернет, найти, как же ее убить. Куча видео всяких, кого только не присмотрела. Ну можно, и вот мнения там были. Ну можно заглушить, ну можно не дать ей дальше развиваться. Да, можно. А мне этого было мало. Я ее хотела уничтожить, убить. Потом, постепенно мне пришла сода. Хорошо, да. Пришла информация, что сода убивает. Аж как, а как. Ну, то есть не как, а какую дозу. Какую соду. Та ли это сода, которая у нас стоит на прилавках в магазине. Или может быть немножко какая-то другая. Нет, не была, не могла я найти информации. Не шла она ко мне. Вот, наконец-то, на Котлеров ФМ дошла в виде рассказов Светланы. Большое ей спасибо. Информация про соду. Поэтому, да, я задавала вопросы в чате, чтобы у меня вот прям полная информация была про это. И вот я хотела, как только я это все услышала, мне очень захотелось помочь вам вот такими моими знаниями. То есть касторку я пропустила через себя. Было много болячек. Они в течение двух месяцев, они у меня все ушли. Какая-то болячка через неделю, какая-то через две недели. В течение двух месяцев от меня болячки эти все ушли. То есть это быстро, быстро и хорошо. Бытует мнение, что, ну, оно как бы правдивое, что в интернете вы найдете, если просто там где-то что-то написано, что касторка просто чистит кишечник. Вот она не просто чистит кишечник. Она проникает во весь организм, в каждый орган. И как магнит, как жвачка забирает все отмерзшее, все плохое. Забирает и быстренько это все выходит. Вот чем я хотела поделиться. Для меня это клад. Для меня касторка... У меня запах, конечно, отвратительный. Ну, так как у меня повышенный рвутный рефлекс, да, запах для меня касторки отвратительный. Но я влюбилась в нее. Для меня это любовь. Вот касторка... Ну, вот так. Если кому-то, а может многим, она поможет бороться с этой нехорошей штукой, как кандида. И даже если... И помимо кандиды, вот все-все-все, что я перечисляла, тоже она из вас выведет. Я буду рада. Если... Основные мысли я вам рассказала. Основные мысли все как бы закончились. А в дополнение я бы вот что сказала. Если кому-то интересно стало, может быть, у Светланы, или вопросы, или поправить меня хочется, я вот руками-ногами за. Я очень с удовольствием пообщалась бы со Светланой. И если кому-то интересно, задайте мне вопросы какие-то еще по касторке, как ее пить, да, ну, то есть так, какими дозами. Я это расскажу. Напишу в чате, или если Вячеслав позволит, расскажу голосом, да. Вот. С удовольствием. Ну... Да, наверное, все. Когда я узнала про касторку, я пыталась в течение вот этих семи лет многим людям рассказать. И это выходило мне боком. То есть мне... Меня не верили, меня там... Не все, конечно, не все. Ну, там, ну, чуть ли не сумасшедшие, еще какой-нибудь гадости говорили про касторку, что она уничтожит вашу печень и так далее. Наверное, такие же мнения бытуют и про соду, что... и про перекись, что это все... Это все кислота, это все вас сожжет, и переощелачивание это тоже сожжет ваше организм. В общем, все вы это знаете. Вот. Мне так же говорили по поводу касторки. И поэтому в какой-то момент я сказала, я не буду... Ну, себе сказала. Больше не буду никому рассказывать. Все. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok